Протесты у здания Министерства сельского хозяйства. Десятки фермеров из разных уголков Молдовы просят Министерство и Агентство по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства отменить множество дополнительных документов для оформления компенсации. Аграрии говорят, что это еще больше усложнит процесс и многие из них не смогут подать документы вовремя. Тем временем, власти утверждают, что рекомендация поступила отчетной палаты, которой ранее выявила ряд нарушений при выплате компенсаций. Сегодня утром десятки фермеров собрались на акцию протеста перед зданием Министерства сельского хозяйства. Они обвиняют власти в злоупотреблениях и намеренном затягивании выдачи компенсаций, затребовав дополнительные документы. При подаче документа в Аграрии должны предоставить выписки из реестров договоров аренды, содержащих кадастровые номера, имена и фамилии лиц, у которых земля находится в аренде, а также срок аренды. Фермеры говорят, что эти положения отсутствуют и в недавно утвержденных правительством постановлениях, а информация с кадастровыми номерами ранее не запрашивалась агентством по интервенции платежам в области сельского хозяйства. Нужно идти с мешками полными договорами в агентство по интервенции платежам в области сельского хозяйства, чтобы доказать, что именно вы обрабатываете эти поля. Мэрии достаточно было дать справку, чтобы было понятно, какой именно площадь обрабатывает фермер. У меня три высших образования. Мы не дураки какие-то. Должно же быть что-то адекватное. Нам некогда стоять в очередях с бумагами. Нам надо работать. Государство должно создать условия, чтобы фермер думал о том, как производить больше урожая и качественнее, а не тратить время на бумаги. После двухчасовой акции протеста к фермерам вышел министр сельского хозяйства Владимир Боле и руководство агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Чиновники заявили, что требования были предъявлены счетной палатой после того, как в прошлом году были выявлены нарушения при предоставлении субсидий. Деньги были украдены, бессмысленно распределены и дошли лишь до нескольких мелких фермеров, которые присутствуют здесь. Остальные финансы раздали налево и направо, за красивые глаза, так сказать. Установлены некоторые правила, которые необходимы для исполнения агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства. Даже премьер-министр не может взять на себя такие обязательства, чтобы отменить это все. По данным руководства агентства по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства, за пять дней уже более ста фермеров подали заявки на компенсацию и дизельное топливо. Это не прихоть агентства, а требования счетной палаты, чтобы убедить учреждения в том, что агентство действует в строгом соответствии с нормами. Фермеров, которые пришли на акцию протеста, эти аргументы не убедили отказаться от своих требований. Ваши документы противоречат обоим правилам. С технической точки зрения, вы поставили под угрозу весь процесс подачи документов. Вы нам одной рукой дали, а другой выдвигаете такие требования, чтобы фермеры не брали эти деньги, и это дизель. В итоге министр сельского хозяйства пообещал поговорить с представителями счетной палаты, чтобы выяснить, можно ли внести определенные изменения, чтобы фермеры предоставляли меньше документов. С 25 августа фермеры смогут подать документы на компенсацию убытков, понесенном в прошлом году за зерновые культуры первой группы и дизельное топливо, предлагаемое Румынией.